Здравствуйте, друзья, с вами Вула на ваш кранах Томклендс из The Division 2, и сегодня мы поговорим с вами о противниках, а точнее об уязвимых точках на их телах. Казалось бы, тема вообще простецкая, не требует никаких разъяснений. Что криво висит на противнике, потому и стреляй. Но складывается ощущение, что не все понимают, что нужно делать, и играют в какую-то другую игру. Не, ну конечно, урон в голову это хорошая тема, стрелять по голове надо, но твою мать, есть же другие способы гораздо быстрее убить противника. И скорее всего я зря пишу это видео, просто потому что среди русской аудитории таких игроков нету. Это только пиндосы так играют, просто потому что... Вы тупые! Ну, все-таки раз уж сказал А, говори и Б, поэтому начнем. А начнем мы с самых обычных мобов, с простых, у которых нету вообще никаких особенностей, им просто стреляй в голову, стреляй в тело, у них нет ни брони, ничего, просто убиваются. Следующим классом противников идут милишники, а точнее убийцы, а есть еще точнее самоубийцы и наркоманы. Эти ребята несложные, убиваются элементарно, самоубийцам достаточно пострелять по динамиту на груди, наркоманам всего-то стоит разбить дозу, и у них уже начинается ломка, они не знают, что делать, и спокойно их убиваете. Как вы поняли, мы пойдем по возрастающей сложности противников, ну, разумеется, на мой взгляд. В третью категорию у нас попадают гренадеры и медики. Гренадеры хоть и очень сильно бесят, но при этом они достаточно просто убиваются. Достаточно пострелять по сумке, которая находится у них на бедре, и, соответственно, сумка сдетонирует, и будь там молотов, обычные гранаты, все это загорится, взорвется и нанесет урон не только самому гренадеру, но и тем, кто находится рядом. Другой способ убить гренадера, это подловить его на момент броска гранаты. Как только он поднимается, стреляет, и по нему он уроняет гранату себе под ноги, и тут... Медика я тоже засунул в эту группу, потому что они чем-то схожи с гренадерами. Хоть он и не кидается, но у него тоже на бедре висит такая небольшая сумка, которую можно взорвать и нанести ему приличный урон. Но по факту медик от обычных мувов практически ничем не отличается, единственное, что он может поднимать противников. Поэтому медика стоит убивать одного из первых, аначе он может там побегать, поподнимать всех остальных. В следующую категорию у нас попадает огнеметчик и... Мужик с монтажной пеной, я не знаю, как называть этого любителей пенных вечеринок. Они бесят еще больше, чем гренадеры, потому что огнеметчик постоянно фигачит огнем, пенник постоянно тебя встанет. И разбить их, в принципе, тоже не так сложно, единственное, придется чуть подольше пострелять по их баллону, который находится у них за спиной. И, в принципе, произойдет то же, что и с гренадером. Огнеметчик взорвется и зальет все огнем, пенник, разумеется, застанется и застанет всех, кто находится рядом. Дальше уже начинается категория более противных мобов. И, как видите, я не рассортировываю противников по фракциям, потому что, ну, вы сами понимаете, у каждой фракции противники приблизительно одинаковые. То есть, единственное, что меняется, это внешний вид. Но суть по факту остается та же самая. Так вот, в следующую категорию у нас попадают техники. Это ребята, которые ставят турели и запускают дроны с машинками. Сами по себе, мобы не представляют из себя ничего сложного. Они убиваются, как обычные. Но их техника может доставить серьезные проблемы, особенно у парня с дронами. Поэтому, как только видите, что этот парень начинает заряжать дронов, то сразу же целитесь ему над головой. Как только они поднимутся в воздух, сразу же их взрываете. И с практически стопроцентной гарантией он умрет. То же самое можно делать с мобом, который ставит взрывную машинку. Но здесь есть большая сложность. Потому что эти любители радиоэлектроники обычно ставят технику за препятствиями. И, соответственно, у вас, возможно, просто не будет возможности уничтожить эту машинку. Но вот с дронами прокатывает всегда. С троллью вообще нет никаких проблем. Просто стрелите ей по обойме и все, и она перестанет стрелять. А машинка с фрезами очень плохо относится к выстрелам по корме. Что ж, следующая категория у нас достаточно проблематичная. Это так называемые штурмовики. Эти ребята, которые имеют просто, блядь, бесконечный запас патронов, любят садиться за препятствия за какое-нибудь или ложиться. При этом имеют огромное количество брони на груде и голове. И они реально доставляют серьезные проблемы. Уязвимые места у них есть. На бедрах у них находятся подсумки с патронами. И если, скажем так, в них попасть, то можно сделать неплохой бум. Но есть одна большая проблема. Потому что, как я и сказал, эти твари либо сидят за препятствиями, либо ложатся. И попасть в эти подсумки очень сложно. Если вы играете один, то практически нереально. Если вы играете с напарником, то можно воспользоваться обходом по флангу. И что самое странное, больше проблем вызывает именно фиолетовые мобы. Потому что у всех прокачан урон по элиткам. И элитные такие штурмовики разлетаются на ура. А вот как раз таки фиолетовые получают гораздо меньше урона, чем элитки. И, как по мне, из-за этого живут гораздо дольше элиток. Что ж, последний из человекоподобных мобов у нас джиггернауты. Джиггернауты есть разных категорий. Есть милишники и есть, соответственно, пулеметчики. Объединяет их то, что и те, и те имеют просто огромное количество брони. Скорее всего, они сотрудничают с китайской компанией Духуа Технологи. Потому что брони у них просто Духуа. Случится такая перестелка в реальной жизни. И дай бог, джиггернаут бы отбивал постоянно эти патроны. Он сдох бы, скорее всего, только от вибрации. Потому что то количество патронов, которые поглощает джиггера, просто гигантское. И вот у кого, у кого, а у этих ребят слабых мест нет вообще. По крайней мере, у милишников. Это те, которые бегают с молотом и бензопилой. Единственный способ их убить, это вливать дамаг. С пулеметчиками все гораздо проще. Достаточно пострелять по ленте пулемета. Она, разумеется, разорвется. И он начнет ее заряжать. И пока он будет заряжать, вы спокойно настреливаете ему прямо по лицу. Но вот, а с милишниками придется бороться только уворотами и вечным дамагом. Ну что ж, и напоследок у нас остались механические противники. А именно турелька на гусеничном ходу. Не самый сложный противник. Единственное слабое место, это все самые гусеницы, которые вы можете сбить. И просто остановить ее, чтобы она не ехала. Но убивается она, как и джаггеры, только уроном. И последний моб, один из самых проблематичных на данный момент в игре, это стальная псина. От ее ваншот выстрелов не все могут спастись. Точнее, спастись могут не только лишь все, мало кто может это сделать. И на самом деле, нередки случаи, когда одна собака только вайпает всю тиму. Но все же и у нее есть слабое место, хоть и еле заметно, но все-таки. Наверняка многие замечали, что стреляя ей по орудию, она иногда просто перестает функционировать и садится на землю. Так вот, фишка в том, что на ее орудии действительно есть слабое место. Во время выстрела она открывает затвор. И если забодяжить пару патронов прямо туда, то это выведет ее из строя на некоторое время. И, соответственно, пока она будет сидеть, вы спокойно будете ее разбирать. Но судя по 20 вайпам, и это только за вчерашний день игры с рандомами, как я и сказал в начале, не все знают, что нужно делать. Ну что ж, ребят, я думаю на этом все. Вроде бы никого не забыл, но если что, напишите об этом в комментариях. И нет, нет, не надо писать, что я забыл. Я покомментировал, я вспомнил. Остались еще щитовики. Моб не самый сложный, в большинстве своем разбирается достаточно просто. Можно стрелять по руке, можно стрелять по окошку, по голове. И он как раз смотрит в это окошко, как будто специально ждет пулю прямо сквозь это окно. Можно стрелять по ногам, а можно просто разнести ему к херам этот щит и уже убивать его. Но на этом все. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи! Всем пока!